Здравствуйте! В эфире дневной выпуск программы «Время новостей» в студии Ирина Барсан. По информации Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, еще 5 человек в Молдове скончались от COVID-19. Таким образом, число погибших из-за опасного вируса достигло 116 человек. Согласно опубликованной информации, пациентам было от 63 до 72 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. На сегодняшний день в стране подтвержден 3771 случаи заражения новым коронавирусом. Из них 431 в Приднестровском регионе. 237 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 24 подключены к аппаратам искусственного дыхания. В Молдове также почти тысяча медицинских работников инфицированы COVID-19. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 3 миллиона 200 тысяч. За последние сутки скончались более 10 тысяч человек. Это вдвое больше, чем сутками ранее. Отчасти такой скачок объясняется тем, что Великобритания включила в статистику 3 654 ранее неучтенных человека, умерших с начала пандемии вне больниц, дома или в домах престарелых. Таким образом, Великобритания вышла на второе место в Европе по числу жертв COVID-19. 26 097 человек. Больше только в Италии. По оценкам Международной организации труда, более полутора миллиарда человек в мире потеряют средства к существованию, и около 305 миллионов человек лишатся работы при продлении ограничительных мер из-за коронавируса. Чтобы избежать второй волны заболевания власти Италии, которая стала одним из эпицентров вспышки в Европе, придется постоянно напоминать жителям о важности соблюдения социальной дистанции и уделить особое внимание контролю за передвижением граждан внутри страны. Обнаружить COVID-19 на ранних стадиях еще в январе помешала вспышка гриппа, так считают специалисты. Власти Турции отчитались о прохождении пика заболеваемости в стране. По словам турецкого министра здравоохранения, уровень смертности в Турции самый низкий в Европе. Если ограничения и дальше будут соблюдаться, то нового роста числа заболевших до конца мая не ожидается. Напомним, что уже в конце мая Турция планирует открыть внутренний туризм. Благотворительный фонд основателя Facebook Марка Цукерберга выделил 14 миллионов долларов за исследование распространения COVID-19 в заливе Сан-Франциско и иммунитета к заболеванию. Журналист американского телеканала ABC News Уилл Риф вышел в телеэфир из дома, чтобы рассказать, как аптеки доставляют лекарства с помощью дронов. В какой-то момент зрители поняли, что репортер сидит в кадре без штанов. Риф сам настраивал камеру, но чего-то, видимо, не учел и появился на экране в пиджаке, но без брюк. Зрители заметили это и принялись писать сообщения в соцсеть с просьбой прикрыться. В ответ журналист заявил, что просто экономил время, так как собирался устроить тренировку сразу после записи. И добавил, что в ближайшее время его явно не наймут оператором. А в России на 31% увеличились продажи семечек. Связано это и с самоизоляцией, и с низкой стоимостью продукта. Судья Дарил Мустяца, член Высшего совета магистратуры, обратится в судебную инспекцию с заявлением о встрече секретаря Центральной избирательной комиссии Максима Лебединского, бывшего советника Игоря Дадона, и председателя апелляционной палаты Кагула Руслана Петрова. Напомним ранее, председатель политической партии Шор Илон Шор опубликовал в социальных сетях видео, на котором Лебединский и Петров встречаются 1 апреля во дворе судебной инстанции. По словам Мустяца, судебная инспекция должна проверить данный факт, потому что никто не знает, какова была цель этой встречи. Учитывая, что данная тема освещалась прессе, считаю необходимым прояснить ситуацию и узнать, что там было на самом деле. Так как было опубликовано видео, различные комментарии, думаю, мы должны отреагировать на это. Ранее Илон Шор заявил, что встреча Лебединского и Петрова демонстрирует, что Игорь Дадон оказывает давление на судей Кагульской апелляционной палаты для того, чтобы они вынесли приговор по его делу, устраивающий главу государства. С другой стороны, Руслан Петров отметил, что встреча с Лебединским была дружеской и не имеет ничего общего с делом Шор. Мы давно знакомы, по профессии он юрист, мы общаемся. Он приехал в Кагул, и мы поговорили. В момент нашей встречи дело Шор не было в апелляционной палате Кагула. Тогда оно рассматривалось в высшей судебной палате. Министр юстиции Фадей Нагачевский не ответил на наш телефонный звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Ранее он сказал, что не видел опубликованное Илоном Шором видео и не может ничего сказать, потому что не знает причину встречи. Мы пытались поговорить с секретарем ЦИК Максимом Лебединским, но он не ответил на наш звонок. Напомним, ранее Илон Шор опубликовал на своей странице в социальной сети видеодоказательства встречи Максима Лебединского и Руслана Петрова. По его словам, запись была сделана 1 апреля в Кагуле. Он на своей личной машине заезжает во двор апелляционной палаты в неофициальной форме и встречается, как вы думаете, с кем? Конечно, с председателем апелляционной палаты города Кагула. Конечно, вы все прекрасно понимаете, что проехать 200 километров для того, чтобы просто поздороваться, ну бред. Вы видите все на видео, как они обсуждают, говорят, жмут друг другу руки, обсуждая, как поставить точку в деле Шора. Илон Шор также заявил, что власти уже год откладывают рассмотрение его дела и мешают проведению экспертизы, которая показала бы, что все принадлежащие ему компании полностью погасили кредиты Банка Деэкономии. По словам политика, на судей оказывается давление, чтобы было принято решение, которое устроит нынешнюю власть. На наш вопрос пресс-секретарь президента Кармена Стерпу ответила, что не комментирует заявления политиков. Заседание Высшего Совета Магистратуры не состоялось из-за отсутствия кворума. В нем не приняли участие четыре новых члена ВСМ, которых 17 марта назначил парламент. На заседании должны были рассмотреть вопрос о возбуждении дисциплинарного производства в отношении бывшего председателя Конституционного суда Владимира Цуркана. Генпрокурор и министр юстиции также отсутствовали на совещании. Это не является случайным и вызывает вопросы, заявил один из членов Высшего Совета Магистратуры. ВСМ планировал рассмотреть ходатайство лидера партии «Платформа достоинства и правды» Андрея Анастасия о возбуждении дисциплинарного производства в отношении экс-главы Конституционного суда Владимира Цуркана после того, как президент Игорь Тадон сообщил, что звонил Цуркану, чтобы обсудить решение КС о приостановлении действия закона, по которому правительство взяло на себя ответственность. Этот факт вызвал подозрения во вмешательстве главы государства в работу конституционных судей. Напомним, 23 апреля закрытым голосованием членов КС Владимир Цуркан был отправлен в отставку. Утро для некоторых жителей Аргеева началось с протеста. Люди недовольны тем, что из-за грузовиков, которые проезжают мимо, их дома начали давать трещины. Речь идет о жителях района Лупайка. Дорога, рядом с которой они живут, ведет в карьер Иванос. По словам жителей, виноват в случившемся начальник полиции Аргеева, который защищает интересы экономического агента, управляющего карьером. Протестующие обратились за помощью к руководству Аргеева. Градоначальник предлагает решить проблему, отремонтировать дорогу и обезопасить местных жителей. В то же время депутаты от политической партии ШОР требуют разобраться в причастности к случившемуся главы аргеевского инспектората полиции. Жители района Лупайка в Аргееве вышли на протест, вооружившись масками и перчатками, соблюдая социальную дистанцию. Люди говорят, бездействовать больше нельзя, в опасности не просто целостность их домов, а жизни. И дело вовсе не в коронавирусе. Причина движения грузовиков из карьера Иванос по городским улицам. Из-за этого разрушаются соседние дома, постоянный шум, жалуются люди, а главное в опасности дети. Я работаю, и я не могу купить что-то другое. Вместо того, чтобы собирать копейки на лекарства, в течение всего года делаем ремонт. Вот в прошлом году я использовала тонну цемента, чтобы отремонтировать угол дома. Теперь все треснуло, и нужно сделать снова. Мы скоро будем жить в подвале, завтра, послезавтра. Мы не сожжимем с трещим в подвале строим. Ездят 40-тонные машины, разрушают дома. И на большой скорости даже ездят. Ситуация, по словам Павла Вережану, возмутительная. Примар муниципия Аргеев подчеркнул, в 2015-19 годах дорогу, по которой ездят грузовики из карьера, ремонтировали дважды. Теперь она снова нуждается в реставрации, и местные власти предложили перенаправить транспорт в объезд на время работ. Но глава инспектората полиции Аргеева отверг предложение, препятствуя тем самым ремонту дороги. Два месяца назад мы решили отремонтировать эту дорогу. Мы видим, что она узкая, невозможно проехать грузовикам во время ремонта на этом участке. Мы предложили им объездную дорогу. Но, к сожалению, начальник полиции тоже стал дорожным аналитиком. Как я уже говорил в одной из передач, он должен управлять движением в этом секторе. Именно в 21 веке я считаю, что грузовики не должны проходить через сектор, где живут люди. Глава инспектората полиции Аргеева, который, по словам примара муниципия, выгораживает экономического агента, управляющего карьером Иванос, пока не отреагировал на протест, так же, как и сам экономический агент. Мы продолжим следить за ситуацией и вернемся к этой теме в следующих выпусках новостей. Засуха продолжает уничтожать поля зерновых культур и виноградники. Фермеры говорят, что такой засушливой погоды не было со времен Второй мировой войны. И никакие дожди уже не спасут урожай. А пока они ждут от властей хоть какой-то поддержки, им остается лишь подсчитывать многомиллионные убытки. Фермер Василий Колца занимается аграрным бизнесом свыше 20 лет, но такой засухи, по его словам, на его памяти еще не было ни разу. Аграрий является владельцем трех полей общей площадью свыше 350 гектаров. На них засеяна пшеница и подсолнечник, а также высажены кусты винограда. При этом он подчеркивает, что убытки из-за засухи в этом году колоссальные. Если брать в целом и провести расчеты на всех наших полях, то убытки будут около 7-8 миллионов леев. Виноградники фермера пострадали не меньше полей. Сначала еще зимой они перемерзли из-за низких температур, а сейчас в отсутствии достаточной влаги кусты больше напоминают обычные засохшие ветки. Посмотрите, все засохло. Тут даже не о чем говорить. Василий Колца отметил, что весь урожай пшеницы и практически половина полей подсолнечника были уничтожены засухой, и сейчас даже долгожданные ливни его не спасут. Из-за этой проблемы, по его мнению, осенью повысятся цены на хлеб и подсолнечное масло. Даже если пройдут дожди, которые так ждут все специалисты из аграрного сектора, они уже ничем не помогут. А если в этом году не будет урожая, я думаю, что резко возрастут цены на хлеб и подсолнечное масло. Фермер подчеркнул, что государство должно пойти навстречу аграрному сектору, как это произошло в других странах, иначе многие сельхозпроизводители будут вынуждены просто оставить свои поля. Очень, очень тяжело. Не знаю, о чем думает наше правительство. Я думаю, что оно должно частично покрыть расходы всему аграрному сектору. Если этого не произойдет, то все оставят поля, а многие фирмы закроются. О необходимости в помощи со стороны государства нам заявил и вице-председатель Национальной федерации фермеров Василий Мырзенко. Правительство должно принять какие-то меры, найти пути решения посредством долгосрочных займов и кредитов под низкие проценты, чтобы поддержать сельхозпроизводителей. Советник премьер-министра по связям с общественностью заявил нашему телеканалу, что правительство поддержит аграрный сектор при помощи страховок и кредитов. В этом году в бюджете, который ждет принятия в парламенте с изменениями, заложено более миллиарда и 100 миллионов рублей для поддержки сельского хозяйства. Напомним, государственная гидрометеорологическая служба продлила желтый код в связи с засухой до 8 мая. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Увидимся в 21.00 на нашем телеканале. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok